Сегодня у нас занятие очень важное с практической точки зрения и не очень сложное. Это основные операции с файлами и папками в Linux. Никаких сложных вещей по изменению типа файла, по изменению владельца и разрешения к файлу. Просто базовая операция. LP к нам выделяет на эту тему 4 вопроса и предполагает, что мы должны с вами уметь просто управлять файлами и папками. Что они подразумевают подуправлять? Докопировать, переносить, удалять файлы, работать с вложенными в папки файлами, с полными папками, с пустыми папками, учиться пользоваться групповыми символами, их немножко с вами рассматривали, и осуществлять поиск файлов по нужным нам критериям. Презентация опять короткая, мы просто с вами разберемся с вот этим вот количеством команд. И заодно захватим все виды такие часто используемых архиваторов и то, как с ними работать. Начинаем с команды, которая нам уже знакома, команда touch. Эта команда у нас, если вы помните, меняет отметки времени файла, то есть при помощи этой команды мы можем создавать пустые файлы, и при помощи этой команды мы можем менять время доступа к файлу, то есть касаться файла. Например, вот в нашей текущей директории вы видите стандартные папки, это домашняя папка пользователя обычного нашего pvd. Помните, команда показывает директорию, в которой мы сейчас работаем. И мы можем с вами создать, например, любой файл, раз, два, три, например, txt, и посмотреть в него. Вот вы видите, этот файл у нас создался. То есть команда touch, она у нас создает файлы и обновляет время доступа к ним. Есть также команда, которую мы уже довольно-таки часто пользовались, mkdir, make directory. Эта команда у нас создает, собственно, папки. У нее есть много ключей, но мы сейчас с вами никогда ключи не разбираем в течение экзамена LPK1. Мы делаем такие наиболее часто используемые опции команды. MakeFolder1. Смотрим, появилась папочка 1. Смотрим, вы видите команды ls все время, можем посмотреть и по ней, тоже мануал. Показывает содержимое папки. Собственно, вот у нас ls есть вот в таком виде, а можем посмотреть, допустим, ls-l в виде списка, лист. И нам показывает, кто у нас владелец папки, кто группа владельцев, какой уровень доступа, когда была создана и так далее. Давайте, наверное, чтобы нам можно было работать дальше, создадим, значит, папка Folder1 у нас уже есть. Давайте, наверное, на уровне с этой папкой создадим еще файл. Touch.456.txt. Проверяем. Вот у нас есть два текстовых файла и папочка Folder1. Давайте в папке Folder1 тоже создадим какие-нибудь файлики. Вот Touch мы сами находимся в домашней моей папке, поэтому я пишу Folder1.1.txt, допустим, два тексти, три тексти. Folder1. Видим то, что в моей папочке Folder1 у меня создалось три текстовых файла. Прекрасно. Чищу экран и начинаем работать. Команда CP. Команда у нас предназначена для копирования файлов и папок. Тоже довольно-таки часто используемая команда, очень удобно. То есть, если мы возьмем и, допустим, скажем, скопировать копии файл 1.2.3.txt в файл, допустим, копии 1.2.3.txt. И у нас появятся два файла уже, 1.2.3 и копии 1.2.3. То есть, команда CP просто берет и копирует содержимое файла. Можем попробовать сказать, копии Folder1 в Folder2. И она нам вот так вот откажет, потому что у нас команда копии по умолчанию рекурсивно ничего не копирует. И так как в папке Folder1 у нас находятся другие файлы, он не может скопировать в папку 1, в папку 2. Поэтому, если мы хотим все-таки это осуществлять, мы используем ключ минус R. То есть, копировать рекурсивно со всем содержимым. И видите, сейчас у нас получилось. У нас есть папка Folder1 и Folder2. Можем посмотреть, что у нас находится в папке Folder2. И видим, что все то же самое, что у нас было в папке Folder1. То есть, команда CP, команда копирования, довольно-таки банальная команда, умеет многое делать. Часто очень используется. Допустим, когда нам нужно какой-нибудь поменять файл конфигурации какого-нибудь важного демона, мы сначала его скопируем в оригинальное состояние куда-нибудь, а потом уже работаем с ним. Точно так же, как мы можем копировать папки, мы можем их переносить. MV Move команда позволяет переносить. И вы видите, в скобках переименовывать. То есть, перенести файл из одного имени в другое имя. Это его переименование. То есть, опять же, вот у нас есть файлик 456. Давайте скажем, чтобы мы файлик 456.txt перенесли в какой-нибудь something.txt. И видим, что вместо файла, какой мы там переносили, 456, у нас теперь файл something. То есть, команда Move у нас умеет таким вот образом переносить. Более того, она может, само собой, так же, как и команда копия, переносить куда-нибудь глубже. Например, вот этот something.txt перенести в папку folder1. Смотрим в папочку folder1. Видим, что вне этот файл оказался. А у нас в корневой папке его больше нет. Можем сказать, верни файл обратно. То есть, взять файлик something из папки folder1. Вот мы его взяли, где он сейчас находится. И чтобы перенести его в текущую папку, напоминаю, у нас есть такой символ, как точка. Это текущий каталог. И две точки, это каталог на уровень выше. То есть, сейчас мы переносим файлик из папки folder1 в текущий каталог, в папочку, которая у нас обозначается точкой. Проверяем и видим, что у нас файлик вернулся. Так у нас работает команда Move. То же самое можно делать, само собой, с папкой. Банальная команда переноса и переименования. Следующая команда. rm remove удаляет файлы и папки. Тоже очень часто у нас используются. Сегодня такие самые популярные команды. Например, мы можем сказать, удали файл 1, 2, 3, txt. И файлик у нас в VT исчез. Можем сказать, удали папочку нам folder1. rm folder1. Невозможно удалить, потому что у нас в этой папке есть содержимое. Опять же, если мы хотим удалить что-то с рекурсивным, мы удаляем с ключом минус r. Рекурсив. Но тут нужно сказать, что лучше использовать еще ключ f, потому что ключ f это ключ force принудительный. И можно удалить все, что угодно, не получая при этом ошибок, подтверждений, не запрашивая никаких предупреждений и так далее. То есть rm минус rf, если мы точно хотим удалить какую-то папку или файл, мы используем их. Тогда он максимально в принудительном режиме все это удалит, не запрашивая никаких подтверждений. И сразу же я не буду даже чистить экран. Давайте посмотрим, что у нас там получилось. Удалилась папка. Осталась еще папочка у нас folder2. Давайте мы ее тоже грохнем. Для этого воспользуемся командой, которая удаляет, собственно, прям папки. rmdir. То есть мы обычным rm можем удалить, а rmdir у нас удаляет пустые папки. Вот вы видите. То есть если мы сейчас скажем удалить нашу папку rmdir folder2, само собой не удастся, потому что у нас каналок не пустый. Если мы захотим его удалить, нам нужно опять же воспользоваться rm-rf. Следующая команда, с которой будем разбираться, это команда file. Команда у нас определяет тип файла, собственно, простая команда. Я сейчас у нас здесь взял и создал папочку folder, новую. Давайте сразу в нее перейдем. И в ней лежит всякое барахло. И мы можем сказать, например, что такое Яндекс, вот этот вот наш самый, с большой буковки, только URL. И он скажет то, что это у нас, собственно, текст. Мы можем спросить его, что такое у нас 142, вот этот вот наш JPEG. И он говорит то, что это у нас JPEG image файл, картинка. Вы видите, здесь еще расширение, поэтому понятно. То есть команда нам рассказывает, что есть что. Причем мы можем сказать файл со звездочкой, и он расскажет нам про все файлы в этой папке. Что у нас архив, что у нас файл торрента, что у нас текст ISO, что у нас Microsoft Word. То есть команда file помогает нам определяет тип файла. Иногда это бывает полезно, когда у нас навалена куча всякого барахла, и у него нет расширения никакого. Ну и прежде чем ехать дальше, давайте с вами еще посмотрим, что такое групповые символы. Значит, у нас есть следующий символ из звездочки. У нас обозначается абсолютно любой символ. Причем любое количество символов у нас может обозначаться звездочкой. Сейчас на практике поймете, что я имею в виду. Вопросительный знак у нас может заменять один любой символ. Восклицательный знак у нас это отрицание. То есть, скажем, восклицательный знак А, это значит не А. В квадратных скобках от А до С, это значит у нас или А, или С. То есть, видите, это выбор. Если в квадратных скобках у нас от А-С, то это с А по С. Вот так вот у нас работает. Групповые символы. Есть их еще очень много. Мы самые такие популярные сейчас рассмотрим. Я создал сейчас у нас несколько файлов. В нашей папке видите Back, Bad, Set и так далее. Давайте сейчас мы удадим лишнее, чтобы у нас здесь не было копий. Вот это раз, два, три. И something тоже грохнем. И видим, что вот у нас мои четыре файла. Плюс еще examples. Итак, ls звездочка показывает нам вообще все, что у нас здесь есть в нашей папке. Причем как текущие файлы, так и еще у нас все, что есть вложенное в папках, которые есть у нас здесь. То есть, ls звездочка показал нам вообще все. Если мы скажем показать, скажем, звездочка, дай тебе звездочки, звездочка, точка, звездочка вот так вот. Он нам покажет только те файлы, которые, грубо говоря, имеют расширение. То есть, любое количество символов, точка, любое количество символов. То есть, если мы скажем ему, например, уже конкретное количество символов, мы хотим видеть какие-то три символа, точка и еще какие-то три символа. Только вначале, конечно же, лист выведен нам. И он нам показывает мои только четыре файла. То есть, формат такой, три любых символа, точка, три любых символа. Видите разницу со звездочкой. То есть звездочка у нас еще и показала вот это вот количество символов Потому что ей абсолютно все равно надо заменять любое количество символов Точно так же мы можем сказать, например Покажи нам все что угодно Ну в смысле файл, который начинается с любого символа После чего имеет at.txt И он показывает нам уже только три вот этих вот файлика То есть он нас исключает файлик bag, который качается на ag Мы можем сказать ему, покажи нам файлы Которые у нас начинаются с А или B, у нас такие есть Звездочка И он нам показывает то, что да, у нас есть файл действительно, который начинается с буквы B Если бы у нас был файл, который начинался с буквы A, он тоже бы нам его показал Можем сказать то же самое, только не A, B, A, B, C, например И он нам покажет, что у нас есть еще файлик cat, который начинается на букву C То есть квадратные скобки в таком формате, где идет у нас несколько символов каких-то Это любой из этих символов, или B, или C, или A, или B и так далее Можем сказать ему, покажи нам файлы Которые начинаются с буквы A по M Которые начинаются с буквы A по M, например Звездочка И он нам вот какое количество их сразу показывает Потому что здесь уже у нас появляются файлы с большой буквы A, с буквы I и так далее То есть все эти файлы нам выводят Можем сказать, покажи нам все файлы, которые начинаются со всех символов Кроме символов с A по M И он нам покажет по факту только наши папочки кириллицей и файлик set То есть восклицательный знак дал нам отрицание этой скобки Больше я здесь задерживаться не буду Кому непонятно, просто заново просмотрите все, что я здесь показал Команда find осуществляет у нас поиск файлов в директории Это сложная достаточно команда Я создал, как я вам и говорил, уже папочку folder Давайте в нее перейдем И в ней у меня лежит всякое барахло Можно посмотреть подробнее, что у нас здесь лежит ls-l, напоминаю Вот так вот нам будет лучше выгодно Минус l list списком И сказать найти, допустим, все в этой папке Find и где искать Где текущий каталог, точка И он нам показывает, что в текущем каталоге у нас есть вот это количество файлов Можем сказать, команда find, у нее большое количество ключей Она довольно-таки часто используется, когда нам нужно что-то найти в файловой системе Можно сказать найти в текущем каталоге с ключом name, то есть по имени все, что начинается, допустим, с in и имеет любое количество символов И видим, он находит нам в папочку нашу inside folder, то есть по имени и указали, что у нас должно быть в имени Можем написать звездочка, in звездочка, тогда он будет искать любые сочетания символов in внутри названия файла Не обязательно, чтобы они были в начале Можем сказать, найди нам точно такой же ключ name Найти все, что, допустим, начинается с заглавных букв И имеет какое-нибудь расширение То есть у нас появляется точка, чтобы любые Начиналось с любой заглавной буквы Потом любое количество символов, точка, любое количество символов И он нам находит два файлика Ссылку на Яндекс и некий архив Видите, начинается с заглавных букв, имеют точку в названии Можем сказать, чтобы команда find Искала нам в текущем каталоге не по имени, а по размеру Скажем, найти все, что больше, чем 5 мегабайт И вот мой архив у нас больше Найти все, что меньше 5 мегабайт И он нам покажет все остальное То есть команда find очень часто у нас используется для поиска Нужно знать ее для экзамена, то, что она есть Какой у нее синтаксис, то есть команда find Потом где искать Мы искали сейчас все время точкой, то есть в текущем каталоге И что искать, по какому ключу Почистил я экран для красоты Давайте пройдем немножечко дальше И скопируем наш архив Допустим, tp Вот этот вот, ai-архив В папочку Нашу Как у меня здесь папочка называется Inside Folder Ох, как интересно он делал Inside Давай мы сейчас сделаем Inside Folder Под именем Дубль, допустим Дубль Дубль страна я написал И теперь, если мы снова выполним команду Найти все, что больше, чем 5 мегабайт Он нам покажет, собственно Архив текущей папки И архив в подпапке Куда мы только что его скопировали Подпапку мне пришлось взять в кавычки Потому что в ее названии есть пробел Иначе он бы не понял синтаксис того, что я делаю Можно искать файлы по типу Например Find в текущей папке все, что имеет тип, собственно, файл Или найти все, что имеет тип директория Например, он найдет нам файлы директории И об огромное количество еще разных разновидностей файлов Можем сказать найти в текущей директории все К чему add time или access time То есть время доступа Access time Больше, чем 5 дней То есть то, к чему мы имели доступ не раньше, чем 5 дней назад Но у меня все файлы свежие, поэтому такого нет Можем найти change time То есть c time Но у меня опять же все файлы свежие Только что я их закинул А так команда find У нее огромное количество ключей И все мы их можем использовать Добрались мы с вами, друзья мои, до архиваторов Это тоже часть сегодняшней темы Так же, как мы разбираемся с основными действиями над файлами и папками Архивирование их и разархивирование Это тоже важный этап Значит, есть у нас такая команда CPIO Copy Input Output Копирует файлы в и из архивов То есть работает с архивами То есть, грубо говоря, это двоичный архиватор Еще раз, вот у нас есть все, что есть в текущей папке И мы можем сказать, взять это все То есть, вывести перечень этого всего Команда пайплайна Над шифтом символ вертикальная Черта на клавиатуре CPIO То есть, получить перечень файлов И передать команду CPIO С ключом, допустим, минус O То есть, положить Положить куда Когда мы говорим, куда положить Эта стрелочка вправо Или знак больше Выйти на уровень выше Две точки, вспоминаем И создать там файл test CPIO И вот он нас выполнил Он написал, сколько он блоков обработал То есть, мы можем сейчас взять И посмотреть, что у нас находится на уровне выше И видим, что помимо всего того, что там было Еще появился вот такой вот файлик Со всем нашим барахлом Который был у нас в текущей моей папке folder То есть, все оттуда мы сложили Вот в этот вот архив И можем, например, взять Сделать немножечко по-другому Можем, давайте поднимемся на уровень выше В нашу папочку И скажем Найти, допустим Все файлы в текущей папке С именем Любым именем Которое окончается на тексте То есть, собрать все текстовые файлы Из текущей папки И точно так же передать команде cpil Положить, то есть, их в архив В архив Можно на уровень выше Давайте не будем заворачиваться с уровнем выше Здесь же, прямо скажем, test2, допустим cpil Обработало Проверяем Видим, что у нас появился файл test2.cpil То есть, архив, который содержит Вот еще все текстовые файлы Которые нашлись в этой папке Вот такая команда Давайте, наверное, создадим Здесь папку mkdir Сегодня мы проходили Extract Вот такая папочка Понятно то, что в ней сейчас еще Ничего нету Но мы можем сказать cpil Возьми и распакуй Все Все Надо лучше нам сюда перейти, наверное Давайте перейдем сюда CD Extract Так будет проще, чем я вас совсем сейчас запудрю Количеством символов cpil Возьми все из Стрелочку в обратную сторону Архива Выйдя на уровень выше То есть, сейчас мы находимся в папке Extract Нам нужно подняться на уровень выше В мою папку домашнюю И взять там файл Test2 cpil И обработали мы обратно Проверяем И видим то, что здесь у нас Вот это вот все появилось То есть, мы сейчас в команде cpil Сказали подняться из текущей папочки Extract на уровень выше То есть, попасть вот в эту папку Взять оттуда архив Test2.cpil И его перенести сюда Почему у нас здесь оказались Папки folder и folder2 Потому что у нас в них тоже есть текстовые файлы И когда мы осуществляли вот эту команду Найти все текстовые файлы В текущей папке Команда find у нас работает Еще и с вложенными папками Вложенными в них файлами Поэтому она туда тоже взяла все текстовые файлы И запихнула туда Ей можно сказать Не заходить вниз В папке, которая находится на уровне ниже Но это опять же еще больше и больше ключей Поэтому остановимся на текущих ее возможностях Давайте еще немножечко поработаем с архивами Команда dd Конвертирует и копирует файлы Вот такая вот команда Значит, она умеет у нас копировать Не части файловой системы Такие как файлы, папки А может у нас копировать целиком блочные устройства Или какие-то его части Например, диск Я сейчас подключил один маленький раздел В мою виртуальную машину Давайте поглядим Вот он devsdb1 Я подключил маленький виртуальный жесткий диск Всего на 300 мегабайт И примонтировал его в папку mount Можно было не примонтировать Но я примонтировал для красоты Значит, как у нас работает команда Ей нужны права суперпользователя Но я по умолчанию все уроки вам показываю в режиме суперпользователя Мне так проще, чтобы не спотыкаться Значит, команда dd И f Input file Что является файлом, который мы будем брать А брать мы будем полностью устройство Давайте sdb То есть у нас есть devsdb1 Вспоминаем то, что sdb1 Это первый раздел На диске sdb А мы сейчас возьмем весь наш диск sdb Независимо от того, какие там разделы Сколько их и так далее Я-то знаю, потому что там всего на 300 мегабайт Взять, в общем-то, этот диск как input файл А output файл у нас будет Ну, скажем, drive.emg То есть формат мы взяли image Формат образа диска Выполняем Нажимаем enter И он показывает нам то, что он у нас Вот столько-то взял, получил, столько-то отправил В результате, если мы сейчас возьмем с нами Команду ls-l Мы увидим то, что у меня в текущей папочке Еще появился drive.emg файл Вот такого размера И сейчас вот этим размером мы с вами и начнем работать Понимая, что такое у нас архиватор То есть сейчас отбивочку делаем Команда dd У нас может делать резервную копию Целиком блочного устройства Жесткого диска И куда-то складывать Это полезно, если мы будем делать, скажем, копии Загрузочных разделов Каких-то на практике в дальнейшем И, собственно, делать Вот эти копии образа жесткого диска Как отдельный файл Чищу я экран Давайте Еще раз я выведу размер Потому что нам нужно с ним С этим размером будет сейчас сравниваться Видим размер И начинаем работать, собственно, с архиваторами Первый архиватор, который мы с вами смотрим Gzip Или GnuZip Это у нас утилита Которая позволяет сжимать И, собственно, распаковывать файл У нее, вы видите, есть много разного симплексиса В частности, мы сейчас будем делать Gzip И GUNZip То есть зазиповать и отзиповать Грубо говоря Тоже очень много у него ключей Которые мы сейчас не рассматриваем У нас с вами ознакомительные занятия по Linux А то сойдетесь с ума Итак, Gzip Говорим И наш файл DriveImage Работает Снова делаем RDS MemoCell И видим то, что у нас вместо файла DriveImage Вот такого гигантского размера появился DriveImage.gz То есть у нас команда Gzip Не просто создает архив из текущего файла Она еще и убивает оригинал То есть она файл конвертирует А его исходник удаляет Соответственно, если мы хотим его отзиповать Мы пишем все то же самое Только GUNZip И, соответственно, файл у нас называется Теперь не просто DriveImage А имиджа GZ И она у нас все распаковывает LS-L Мы видим то, что мы получили наш исходный файл Заново Вот он При этом файл .gz у нас исчез Следующий архиватор Я сейчас все архиваторы, которые я вам показываю У них просто различные алгоритмы сжатия И какой вам лучше использовать на практике Зависит от того, с какими файлами вы будете работать Или просто выберите любимый Значит Bzip 2 Bzip 2 Блок Sorting File Compressor То есть он у нас уже работает с блоками Он точно так же здесь есть, вы видите Bzip и BUNZip Это две вещи, которые мы сейчас будем делать Собственно, здесь все то же самое Вместо того, что мы писали Gzip Drive Image Мы пишем Bzip 2 Drive Image Он работает Видите, работает он немножко подольше LS-L Но зато тут у нас был размер, когда мы делали архив Газет 435-576 вайт А здесь в 10 раз меньше То есть он уже намного эффективней И точно так же переименовал Видите, появилась точка BZ2 Соответственно, если мы хотим вернуть исходное состояние Опять же Unzip mg.bz2 Это очень удобно Потому что большинство каких-то громоздких файлов С которыми мы работаем Скачиваем откуда-то из интернета Куда-то отправляем Чаще всего заархивированный Поэтому мы сейчас с вами изучаем архиват LS-L Проверяем то, что у нас все на месте Все на месте Размер файла тот же Drive Image Появился у нас Следующий архиватор XZ XZ Он у нас точно так же, как и BZip Как и GZip Это у нас алгоритм Он немножечко другой Но он является контейнером для одного единственного файла То есть если мы хотим использовать Несколько файлов в команде архивирования Нам нужен легендарный TAR Давайте сначала разберемся с XZ Все то же самое XZ UnXZ Сжимает и разжимает, собственно, файл Просто другой алгоритм нажатия И говорим ему теперь XZ Drive Image Прислось даже запись мне прекратить Потому что очень долго он нажал LS-L И видите, жал, причем не так эффективно, как BZ Но уже лучше, чем GZ Вот у него размер 132 Соответственно, чтобы отжать UnXZ Image.XZ Теперь он его распаковывает обратно Обратно он, видите, очень быстро его привел в порядок Почищу я экран Итак, добрались мы до TAR TAR у нас умеет работать со всеми предыдущими архиваторами Причем создавать архивы сразу нескольких файлов То есть TAR у нас, вы видите, это TAR Archiving Utility Это такая прям легендарная Комдовый утилит Самый наиболее часто, наверное, используемый архиватор Как он работает? Значит, команда TAR Затем мы ей указываем опции Причем она так пришла, это команда издревле Что ей даже не нужен ключ минус CWF Это у нас, значит, create По-моему, verbose То есть создать Verbose, показать процесс EF это файл И сказать создать ему файл Допустим, архив Точка TAR И, по-моему, у нас была в текущей директории папка folder Проверяем Да, то есть команда TAR Затем ее опции Затем то, что она создает И затем то, из чего она это создает И вот мы создали из нашей текущей папки Вот такой вот архив Архив в Viti получился больше, чем папка Мы можем сказать то, что не просто создай вот такой вот архив А возьми еще и начни использовать реальный архиватор Например, можем сказать Начни использовать архиватор GZIP Для этого появляется ключ у нас Z И архив уже будет называться не TAR, а TAR GZ То есть он будет использовать GZIP для создания этого архива Проверяем, что у нас получилось И видим то, что теперь у нас не просто он взял и понапихал все из этой папки в единую папку Объединил это как архив А действительно заархивировал То есть теперь мы использовали GZIP и у нас получился архив Видите, он действительно крошечный Можем сказать TAR распакуй все это Для того, чтобы распаковать Да проще, наверное, мне Давайте верхнюю распакуем Ключи Тут уже будут Extract Extract, то есть X Verbo, покажи процесс File, Archive TAR И видим то, что она распаковал у нас Как у нас уже была папка Folder, собственно, у него никаких вопросов не возникло Но эту папку Folder все и перераспаковал Могли бы указать ему какую-нибудь другую папку У него бы также все это получилось Разобрались мы с вами с основными действиями на сегодняшнем занятии Это такие частые практические действия Это создание и удаление папок и файлов Перенос их одна в другую Копирование, создание Архивирование, разархивирование И поиск файлов На практике это будет использоваться очень часто Поэтому сегодняшнее занятие просмотрите несколько раз Чтобы так более-менее к нему привыкнуть А так на практике все это нам быстро запомнится Спасибо, что смотрели Будем двигаться дальше